Итак, давайте сразу к составам команд. Я думаю, болельщики ждут этого с нетерпением, особенно стартового состава Рубина. Армейцев мы уже видели, но вот состав ЦСКА на ваших экранах. Итак, голкипер 35-й Игорь Акинфеев, 6-й Алексей Березуцкий, 24-й Василий Березуцкий, 4-й Сергей Игнашевич, 42-й Георгий Щенников, 2-й Дэвида Шемберс, 25-й Элвер Рахимич, 17-й Милош Красич, 18-й Юрий Жирков, 10-й Алан Загоев, 9-й Вагнер Лав, Артур Зико, главный тренер, ну и капитан команды Игорь Акинфеев, 35-й номер. Армейцы сегодня номинальные гости. Ну, а хозяева, хозяева матча за Суперкубок, футболисты Казанского Рубина на правах чемпиона страны. Алан Загоев на ваших экранах. И сейчас посмотрим состав Казанцев, а затем уже по ходу матча порассуждаем. Здесь есть о чем поговорить, много интересных деталей и нюансов. Итак, Рубин, 77-й, голкипер Сергей Рыжиков, 9-й Лаша Сулуквадзе, 76-й Роман Шаронов, 4-й Сесар Навас, 27-й Даток Верпелия, 16-й Кристиан Нобуа, 14-й Сергей Ребров, 7-й капитан команды Сергей Семак, 5-й Петр Быстров и 21-й Роман Адамов. Курбан Бекевич Бердыев, главный тренер чемпиона страны. Дорогие друзья, 5 марта ушел из жизни двукратный чемпион Советского Союза, бывший игрок Зенита и ЦСКА Валерий Брошин. В память о Валерии Брошине объявляется минута молчания. И понятно, что бразильский специалист. Итак, смотрим за этой атакой. Красич по правому флангу, рвать штрафную, прострел. Здорово здесь Рыжиков сыграл. Мяч поймал. Ну, может быть, чуть похитрее стоило Красичу сейчас передачу отдавать. Сзади партнера набегали. Пытался он, по-моему, перебросить через Рыжикова на дальнем. Давайте посмотрим еще раз. Ушел от Кверквелия. Очень здорово Красич. Основной парой на новый сезон будет Навас и Шаронов. И сейчас еще одна атака ЦСКА Удар в дальний угол. Но первый по-настоящему опасный момент. Вагнер Лав помнит еще, естественно, свои мячи. Забитый Рубину в количестве трех в ноябре месяце прошлого года. Все здорово. Вагнер сделал, как и должен был. Сместился влево, пробил вправо в противоход Рыжикову. Мяч, собственно, и в центр он смещается. Но вот здесь уже второе, по-моему, может быть, даже и третий эпизод. А вот сейчас момент. Момент у ворот ЦСКА. Первый в сегодняшнем матче на 19-й минуте возник. В общем-то, довольно приличное расстояние было до ворота. Однако Петр Быстров решился на удар. И удар получился очень неприятным для Акинфеева. Смотрите. Хорошо сейчас ассистировал партнеру Сергей Семак. И Быстров без обработки в касание по уходящей от Акинфеева траектории. Назад. Быстрой атаки не получилось. Армейцы очень здорово, мгновенно перестроились. Сейчас теперь есть возможность для контр-выпата. Дзагоев пошел сам. Нельзя больше фалить Нобуа. Поаккуратнее ему нужно действовать. Потому что следующее нарушение. Карточка. А сейчас момент. Да, это был голевой момент. Упустил Нобуа. Не успел за Дзагоевым. Еще раз похвалим Алана за... И за этот эпизод, и за то, как он вообще пока сегодняшний матч проводит. Но вот смотрите. Да, сам начал атаку, сам же ее и завершил. И бил-то зрячий в обводку Рыжикова в дальний угол. Чуть-чуть не попал. Да, и расстроен Зика. Некая игра слов с употреблением... Ну, португальских слов, безусловно. И еще одна контратака армейцев. Перехват и быстрый атак от Загоев. Показал удар. Хорошая передача. Удар в ближний угол. И здесь уже Рыжиков вручает свою команду. Ну вот то, к чему шло. То, к чему шло с самого начала матча. Сейчас выкристаллизовалась в опасные моменты у ворот Рубина. Два подряд. Жирков и Рыжиков вручают ближний угол. Закрыл сейчас голкипер. Очень четко. По-прежнему обсуждается... Ой-ой-ой, момент! Вагнер! Вагнер входит в штрафную площадь. Опаснейший момент! Ушел от одного второго. И только вмешательство Рыжикова сейчас спасает, спасает Рубин. А Вагнер здесь, ну как на тренировке, хотел оббежать. Словно стойки. Здесь положение вне игры. Положение вне игры. Ну смотрите, Вагнер такой сольный рейд сейчас совершил. Ошибка. Ошибка на Амаса. Уходит Вагнер от одного соперника, затем от второго. И угадал. Угадал сейчас Сергей Рыжиков. Аплодисменты ему просто браво. А Вагнер... Ну, если бы сейчас подсек так мяч над голкипером, была ли возможность для этого? Рыжиков-то очень здорово все сделал. Смотрим за очередной атакой армейцев. Удар по воротам. И еще один удар. Гол! 1-0. 1-0. 43-я минута. И смотрите-ка, кто забил. Сразу вспоминается фильм «Смотрите-ка, кто заговорил». Да, известный. Дэвид Ошемберас. Человек, который забивает мячи в ЦСКА по очень большим праздникам. Ну что ж, настроение вполне праздничное у опорного полузащитника ЦСКА. Классный удар получился. Но вот беда. Воротам рубина пришла, может быть, от того, от кого наименее ее ожидали бы. Казанцы. И Жирков здесь, и Загоев. Смотрите, да, передача на Жиркова. Пробить Жиркову не позволили. Шаронов здесь сыграл здорово. Загоев затем бил на его пути. Стал защитник рубина. Ну а у Шембераса удар получился просто потрясающим. По фантастической траектории. Смотрите, все. Вот великолепно сделал Шемберас в этом эпизоде. Два движения. Мяч обработал. И точный удар в девятку. Даже Рыжиков с его ростом, реакцией и таким прыжком мощным ничего не смог поделать. Шемберас 43-я минута. 1-0 в пользу ЦСКА. И кто бы сказал, что это не заслужено. Да, ну что ж. Очень качественный футбол. Армейский видим мы в первом периоде, в первом тайме этого матча. Загоев в штрафной площади. Что будет делать? Ждет подключение Жиркова. Жирков, передача! Мог пробить и сам, но посчитал необходимым Юрий здесь мяч покатить вдоль линии ворот на набегавшего Вагнера, по-моему. Но там очень здорово сыграл Кверквелия. Вот смотрите, да, Загоев умница. Все видел, все понимал. Да, из-за спины выскакивал Вагнер к Кверквелия. Но здесь грузинский защитник в совещании. В лужниках Щеников и Жирков закрывают ближний угол ворота Кенфеева. Посмотрим. И момент и гол! И гол не было положения вне игры. Рубин счет сравнивает. Разводит руки Игоря Кенфеев. И какая радость казанцев сейчас. Ну что же, интрига матчу возвращена. Роман Шаронов. Тот самый Роман Шаронов, который открыл счет голам Рубина в прошлом сезоне. Помните матч опять же в Москве против Локомотива. И здесь, смотрите, да, штрафной, но великолепная. Действительно классная просто передача Кверквелия. Смотрите, как закручен мяч сейчас. Боролся с Симаком Сергей Игнашевич. И выскочил из-за спины остальных в том числе. Смотрите, Симак что делает. Как, как мяч пропустил. Класс. И Шаронов в каком шпагате мяч мимо Акенфеева отправляет. Классный, просто великолепный штрафной Рубина. Все было сделано очень здорово. И передача, это точно совершенно, можно говорить о домашней заготовке. И передача Кверквелия, резаная на ближнюю штангу, очень неудобная для защитников. И великолепно сыгравший Сергей Симак, краем глаза увидевший подключение Шаронова и мяч пропустивший. Ну и Роман Шаронов, который атаку завершил таким ударом в шпагате мимо Акенфеева. Как ЦСКА, однако ближе к концу матча, ближе к концу матча у Рубин-то вполне возможно и сил побольше останется. Опять же, нагрузка игровая у ЦСКА. Бразильц себя перехитрит. И к тому же Сибая подстраховал, но сейчас неуклюже сыграл. Жирков в шлахной площади передал. Но слишком, слишком читалось. Во-первых, передача, конечно, слишком была откровенно выполнена Юрием Жирковым. А сзади-то Вагнер набегал. Пытался Жирков передачу сделать над Загоева на дальнюю штангу. Рыжиков великолепен был. Отдай мяч на набегавшему Вагнере. Там уже никакая сила, наверное, бразильцу не смогла бы помешать отправить мяч в сетку, если бы только не какой-то казус. Ну а началось все с ошибки. С ошибки Сибаев вблизи собственных ворот. Да, пожалуйста, Даниль Карвальев. И вторую замену. Что, Рыжов появится на поле? Вот это интересно. Смотрим, ошибка Сибаев. Ну как же так играть можно Сибаев? На ровном месте. Совершенно чудовищным образом. Прямо в ногу мяч вложил Жиркову. Вагнер на своей половине поля. Выцарапал мяч. Идет дальше. Передача на правый фланг. Карвалью. Карвалью идет сам. Смещается в центр. Бьет. Поворот там. Рыжиков перед собой. Бивает Вагнер. Удар. Еще удар. Фантастика. Просто фантастика. Как сейчас в мяч не влетел в ворота. И что сделал Рыжиков в этом эпизоде? Это выше всяких слов и выше всяких похвал. Смотрите. Удар первый. Здесь голкипер ошибся. Вагнер. Бьет. Поворотом Рыжиков достает. Нецет бьет. Попадает в ногу голкипера. Но там уже было положение вне игры. В тот момент, когда Вагнер бил. Напомню. Три минуты добавлено. Ну и все. Пожалуй. Арбитр сейчас должен дать свисток. Что и происходит. И так основное время матча победителя не выявило. Иное мнение по этому поводу. Ну а что касается графика армейцев, то в ближайшее время уже так напряженно. Как только, пожалуй, часто в конце сезона бывает. У наших клубов. А что здесь? Момент. Удар. Поворот. Аааа. Не получился. Ну казалось бы все уже сделал Жирков. Даже больше чем мог. Четверых там по-моему прошел. Но в последний момент опять же Роман Шаронов самоотверженнейшим образом сумел. Вот смотрите. Вроде бы ушел уже Жирков. И там нога Шаронова. Длинная нога Шаронова, которой он мяч проткнул сегодня в сетку ворот ЦСКА. И в этом эпизоде, конечно, смотрите, что Жирков творит. Ну просто фантастика. Один, два, три игрока. Четыре. Еще одна точная передача. Вперед. Опасный момент. Карденизу в штрафной площади. Что здесь? Так. Желтая карточка Карденизу с симуляцией. Ну в этом, во всяком случае, Сухина совершенно последователен. Уж если начал наказывать сегодня футболистов за Рыбки, то и продолжает это делать. Так. А у Кардениза-то предупреждение, что было уже одно? Было. Была одна желтая. Вот так. Вышел на замену. И раньше времени ушел. Да, ну как здесь эпизод оценивать? Контакт был. Я, пожалуй, Сухина сегодня три желтые карточки показал. Вот за подобные нарушения. Помните, Адама в первом тайме, потом Загоев и вот теперь Кардениз. Рубин в десятером остается. А ЦСКА атакует. Момент! И удар! Но как же так? Ну такие-то эпизоды. Я, может быть, там, правда, раньше свисток был. И Нецет уже бил после того, как арбитр игру остановил. Давайте смотреть. Карвальев. Великолепная передача. Вагнер здесь в борьбе с Шароновым. Наносит удар. Рыжиков свою команду спасает. Да. Нецет мог стать героем. Во всяком случае, одного отдельного матча. Вот любопытно, как он здесь, как же он пробил-то так. По-моему, просто ворота потерял Томаш Нецет в предыдущем эпизоде. Иначе объяснить то, что он сыграл сейчас как защитник, мяч в сторону от ворота отправил, очень сложно. Не удалось здесь Вагнеру за мяч зацепиться. Жестко было сыграно в рамках правил. А вот здесь здорово. Нецет! Один на один выход! Момент! Удар! И еще одну возможность упускает сейчас ЦСКА. Очень больно сейчас Юрию Жиркову. Ух, хочется надеяться, что без, без, без повреждений серьезных. Смотрите, какой момент и как здорово было сыграно Жирковым. Кстати, показалось, показалось, что Рыжиков вот в этом эпизоде очень долго думал, идти ли ему на перехват мяча или нет. Задержался очень серьезно. Он там вблизи ворота только потом уже в последнюю буквально секунду решил броситься на перерез Нецету. Сыграл-то, в общем, здесь сыграл здорово. Рыжиков уже в последнюю секунду. Но там был момент, когда колебался. Но это колебание могло очень дорого стоить. Ну а затем Жирков бил уже в пустые ворота, но там подстраховал голкипера защитник. Поднимается Юрий Жирков. Здоровья тебе, Юра, крепкого. Как, собственно, и всем участникам этого матча. Один точный удар может решить исход этого матча. Армейцы сегодня наиграли на массу, Калин, на массу опасных моментов. И еще один, вот он, этот удар. И этот удар Томаша Нецета с третьей попытки. 2-1. Ну что ж, Нецет свой гол заслужил. Заслужил его старанием, заслужил его рвением, заслужил его тем, как он играл, выйдя на замену. Ну что же, браво Томашу Нецету, браво ЦСКА. ЦСКА, который давил на газ до последнего. Да, ну сейчас желтая карточка Томашу Нецету за футбольный стриптиз, за то, что майка оказалась не на положенном месте. Ну, собственно, какое сейчас это имеет значение для человека, который в новой команде в матче за Суперкубок вполне возможно забивает победный мяч. И это после того, как не получилось в других ситуациях отличиться. Алексей Березуцкий призывает партнеров бросить мяч из-за боковой. Все это с Ленцой. И все. Финальный свисток. Поздравляем ЦСКА с заслуженной победой в этом матче. Первый трофей ЗИКО в российской истории. Армейцы празднуют успех, завоевывают свой четвертый Суперкубок. И по этому показателю нет никого даже близко. Ну что же, уважаемые болельщики, я думаю, мы можем поздравить друг друга с очень неплохим началом сезона. Мы видим, в какой форме ЦСКА мы ждем от Рубина. Большей, скажем так, концентрации того, что команда, естественно, прибавит. Требовать от Волжан сегодня выглядеть под стать армейцам, набравшим великолепный ход в начале сезона, было невозможно. И это нужно понимать. 2-1 в пользу ЦСКА. Победа. Решающий мяч в этом матче забил Томаш Нецет, который сегодня выглядел очень и очень неплохо. Собственно, наверное, как и вся армейская команда. На этом мы заканчиваем трансляцию, организованную Первым каналом. Для вас работал Константин Выборнов. Всего вам доброго и до новых встреч.